19 сентября в Абхазии, как и в 144 других странах, состоятся выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. По количеству избирательных участков Абхазия входит в первую пятерку. В ходе расширенного совещания вице-президент Абхазии Бадра Гунба перечислил, где жители республики смогут проголосовать в ближайшее воскресенье. В городе Сухум первый избирательный участок будет открыт по улице Айяйра, 33, здание средней школы, номер 10. Второй избирательный участок в городе Сухум будет открыт по улице Картозия, 6, здание средней школы, номер 5, расположенный в новом районе. Город Гагра, проспект Ардзенба, 84, здание Дома культуры, Питсунда, улица Гицба, 7, здание Дома культуры. В городе Гудовута будет открыто два избирательных участка по улице 23 июля, здание средней школы, номер 2. И второй избирательный участок будет открыт в поселке Бамбора по улице Абазинская, 112, здание Бамборской средней школы. В городе Ачимчира, улица Лакоба, 22, здание средней школы, номер 2. Туарчал, проспект Свободы, 28, здание Дворца культуры имени Дмитрия Гуля. В городе Гал, здание Дома культуры. Избирательные участки не будут открыты в новом Афоне, Гулрыбшском и Сухумском районах. Главам этих районов поручено организовать транспорт для желающих проголосовать. С российской стороны ход выборов курирует советник-посланник Максим Литвинов. Он рассказал, за какие округи можно будет проголосовать на абхазских избирательных участках. Участок в городе Сухум, один, относится к Забайкальскому одномандатному округу, второй участок относится к Павловскому одномандатному округу, это Воронежская область. Участки в Гагрии и Пицунде относятся к Самарскому одномандатному округу. И все остальные пять участков, это Гудаута, Бамбора, Ачимчир, Откварчал и Гал, относятся к Всеволожскому одномандатному округу, это Ленинградская область. Избирателям, проживающим в Абхазии постоянно, будет выдаваться два бюллетеня. Один это федеральный, значит там будет список из 14 партий, все это есть на сайте ЦИКа, какие партии туда входят, и на сайте посольства. И будет выдаваться второй бюллетень с одномандатными кандидатами. Я их, естественно, на память не помню, потому что в каждом округе они разные, информацию о них можно получить в интернете. Все главы или представители районов, где будут открыты избирательные участки, отчитались о готовности и назвали имена ответственных за организацию голосования. Администрации городов, районов и сел обязуются предоставить транспорт, желающим принять участие в голосовании. Также принимаются заявки на выездное голосование. Организация доставки людей, те, кто изъявит желание по городу Сухум, она будет организована. Мы провели уже ряд совещаний с домоуправлениями, с учебными заведениями. Сегодня назначено, после нашего общего совещания, организационно по городу Сухум я могу сказать, что мы, в принципе, готовы. Согласно межгосударственному договору между Центральными избирательными комиссиями России и Абхазии, Абхазский ЦИК оказывает содействие в проведении выборов по мере обращения представителей российского ЦИК. Председатель Центра избиркома Абхазии Тамас Гогия подчеркнул, что любое вмешательство в ход выборов незаконно. Я понимаю, что по выборному законодательству Российской Федерации никто не имеет права даже оказывать содействие по доставке. Тогда, когда идет речь о выборах. Но это идет речь о наших гражданах, о наших внутренних делах и внутренних перемещениях. Поэтому нарушений, я думаю, никаких нет. И никто из кандидатов в депутаты, в том числе и политические партии, никаких обращений с каким-то протестом не будут делать. Обеспечивать безопасность в день голосования будут сотрудники Министерства внутренних дел. Ответственность для соблюдения санитарных мер возложена на Министерство просвещения, так как практически все избирательные участки будут расположены в школах.